Всем здравствуйте! Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. Приводят к гибели более 17 миллионов человек ежегодно. Причем смертность среди молодых людей 25-35 лет с каждым годом возрастает. Постоянные стрессы, плохая экология, несбалансированное питание, недосып – все это не добавляет нам здоровья. Но надо это менять. Жизнь у нас одна, и мы должны прожить ее долго и качественно. Что же делать? Для начала поставить лайк этому видео, чтобы я понимала, что тема для вас актуальна и интересна. Сегодня поговорим с вами о том, как питание может помочь противостоять сердечно-сосудистым заболеваниям. А поговорим мы с вами про жиры или липиды, как их называют в науке. В природе существует несколько видов этого вещества. Некоторые из них совсем не напоминают традиционные жиры. Категории таких необычных жиров принадлежат фосфолипиды. Они отвечают за поддержание структуры клеток и регенерацию тканей печени и кожи. Фосфолипиды – это сложные липиды, в которых содержатся жирные кислоты, фосфорная кислота и дополнительная группа атомов, во многих случаях которая содержит азот. Фосфолипиды принадлежат к незаменимым для человека соединениям. Организм не способен вырабатывать эти вещества самостоятельно, но они нам очень нужны. Функционировать без них мы также не сможем нормально. Фосфолипиды необходимы человеку, поскольку они обеспечивают мембранам гибкость, восстанавливают повреждения стенки клеток, растворяют плохой холестерин, служат профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, особенно атеросклероза, способствуют правильному сворачиванию крови, обеспечивают передачу сигналов от нервных клеток к головному мозгу и обратно. Благотворно влияют на работу органов пищеварения, очищают печень от токсинов, оздоравливают кожу, повышают чувствительность к инсулину. Человеческий мозг почти на 30% состоит из фосфолипидов. Это вещество входит в состав миелиновой субстанции, покрывающей нервные отростки и отвечающей за передачу импульсов. Недостаток вещества ведет к ухудшению памяти, разрушению клеток головного мозга, болезни Альцгеймера, раздражительности, истеричности и дефицит фосфолипидов в детском организме также губительно влияют на работу нервной системы и головного мозга, вызывают задержки в развитии и в развитии речи. Фосфолипиды обладают гепатопротекторными свойствами. На печеночную ткань воздействуют по принципу пазлов. Молекулы фосфолипидов встраиваются в места пробелов с поврежденными участками мембраны. Восстановление структуры клеток активизирует работу печени. И в первую очередь в плане детокса печени мы видим, как фосфолипиды помогают запустить систему детокса. Если человеческий организм испытывает избыток или недостаток какого-либо микроэлемента, витамина или минерала, он обязательно даст вам сигнал. Например, дефицит фосфолипидов чреват серьезными последствиями. В его результате может произойти ухудшение работы мозга, ухудшение памяти и органов пищеварения, ослабление иммунной системы, нарушение целостности слизистых оболочек. Недостаток фосфолипидов повлияет и на качество костной ткани, приводит к артриту или артрозу. Кроме того, тусклые волосы, сухая кожа и ломкие ногти также являются сигналом о нехватке фосфолипидов в вашем организме. Чрезмерное насыщение клеток фосфолипидами чаще всего вызывает сгущение крови, что затем ухудшает снабжение тканей кислородом. Теперь давайте поговорим с вами о питании. Обычно фосфолипиды у нас содержатся в продуктах, в составе которых есть лицетин. Это аичные желтки, зародыши пшеницы и соя. Продукты, богатые фосфолипидами, это масло, сливочное и оливковое, это подсолнечное масло, льняное масло и хлопковое, нерафинированное. Продукты животного происхождения, такие как желто, говядина, курица, сало, другие продукты, это рыбий жир, форель, соевые бобы, льняные и коноплянные семена. Но неправильно приготовленные продукты не несут с собой почти никакой пользы организму. Обычно главным врагом большинства питательных веществ в продуктах питания является высокая температура. Фосфолипиды также не переносят длительного нагревания. Чем дольше подвергать продукт термической обработки, тем выше вероятность разрушения полезных веществ. Но польза фосфолипидов зависит и от других факторов, например, от сочетания разных категорий продуктов в одном блюде или в одном приеме пищи. Эти полезные вещества лучше всего комбинируются с углеводными блюдами. В таком сочетании организм способен усвоить максимальное количество из предложенных ему фосфолипидов. Это значит, что овощной салат, заправленный растительным маслом или рыба с крупой, являются идеальными блюдами для пополнения липидных запасов. Но увлекаться углеводами также не стоит. Переизбыток этих веществ препятствует расщеплению ненасыщенных жиров. Учитывая, что фосфолипиды влияют на работу каждой клетки организма, то их по праву можно считать скорой помощью для нашего всего организма. И наша с вами задача обеспечивать самих себя этими полезными веществами. А вы включаете фосфолипиды в свой ежедневный рацион? Поделитесь в комментариях, какие продукты вы употребляете с фосфолипидами. Пишите прямо здесь. И сегодня с вами была ваша Екатерина Новикова, ваш нутрициолог, натуропат, биохимик. Если вам интересна тема здоровья, современной медицины, то подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!